В повестке дня 52-й сессии Совета Славянского района много вопросов, от решения которых зависит жизнь славянцев. Одним из основных стал отчёт начальника отдела МВД России по Славянскому району Виктора Рассохина о деятельности полиции в 2023 году. Подробности в материале Андрея Вишневского. Благодаря депутатскому корпусу славянцы могут влиять на принимаемые решения с тем, чтобы содействовать улучшению своей жизни. Интересы жителей нашего муниципального образования представляют депутаты районного совета. И депутаты работают, чтобы оправдать доверие, оказанное им избирателями. Начальник отдела МВД по Славянскому району Виктор Рассохин выступил с отчётом о деятельности полиции муниципалитета в 2023 году. Он подчеркнул, что в настоящее время особое значение придаётся тому, чтобы сотрудники полиции всегда были готовы оперативно выступить на защиту жителей. Сотрудники органов внутренних дел всегда должны находиться в боевой готовности в любое время. И вы знаете, что это происходит. Никто, кроме сотрудников органов внутренних дел, на территории нашего района быстрее не выйдет на помощь, если не дай Бог что-то случится. По итогам минувшего года удалось не допустить роста преступности. Было зарегистрировано 1315 преступлений, что на 123 ниже уровня 2022 года. Раскрываемость совершённых преступлений нуждается в улучшении. Докладчик привёл данные анализа ситуации в области дорожного движения, напряжённость которого с каждым годом возрастает. И сотрудникам удаётся всё же держать ситуацию под контролем. С учётом всего аспекта профилактических шагов, проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения ещё достаточно. Уважаемые депутаты, на сегодняшний день я с уверенностью хочу заверить, что несмотря на определённые трудности, возникающие в оперативно-служебной деятельности, с учётом помощи, оказываемой администрацией района, личный состав полиции способен добиться стабилизации оперативной обстановки, надёжно защищать права и законы и интересы жителей города Славянского и Славянского района, а также эффективное качество выполнять возложенные на него задачи по обеспечению правопорядка в борьбе с преступностью. В завершении доклада поблагодарю за внимание, которое вы проявляете к проблемам сотрудников полиции. Увы, уверен, что при конструктивном взаимодействии задачи по снижению криминальной надвиженности в районе будут выполнены ещё эффективнее. Затем депутаты Совета района задали вопросы, которые касались самых разных граней безопасности, от профилактики преступлений, совершаемых в интернете, до движения большегрузного транспорта. И на все вопросы получили ответы. В принятом решении Совет Славянского района рекомендовал продолжить работу по обеспечению безопасности граждан, повысить результативность оперативно-розыскной деятельности, усилить контроль за миграционными потоками, обеспечить контроль за движением тяжеловесного транспорта. Также призвали усилить профилактическую работу по предотвращению телефонного мошенничества. Были обсуждены и другие вопросы, приняты необходимые решения. Всего депутатами в ходе 52-й сессии было рассмотрено 11 вопросов разной направленности.